Радио Свобода Среди членов новой организации влиятельные законодатели разных стран. Возглавляет его бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Ирвин Котлер. Он указал, что несмотря на безнаказанность тех, кто попирает полового человека в России, группа может внедрять эффективные санкции против них. Первая встреча группы состоялась во вторник в Брюсселе. Она была посвящена четвертой годовщине гибели Сергея Магнитского. О том, как добиться правосудия для Сергея Магнитского, это тема нашей сегодняшней беседы с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Добрый вечер, Валерий Васильевич. Добрый вечер. Дядя Сергея Магнитского, Тимуром Гусейновым у нас на прямой связи по скайпу. И членом наблюдательного совета группы Елена Исервитас. Она у нас как раз участвовала в этом заседании в Брюсселе. Валерий Васильевич, как Вы считаете, насколько эффективно создание международной межпарламентской группы правосудия Сергея Магнитского, созданной накануне в Брюсселе? Вы знаете, наши власти делают только вид, что они равнодушны ко всем санкциям, как у Магнитского, делают вид, что это ничего не значит. На самом деле это не так. Я вот был на заседании Королевского суда, где Карпов подал иск, дабы его оправдали, что он не причастен ко всем тем злодействам, ко всем тем нарушениям, в которых его обвиняют. Вдруг у него нашлись огромные деньги на то, чтобы он взял одного из самых дорогих адвокатов Англии. Вот очень, да даже у Браудера был намного скромнее адвокат. И процесс шел долго, серьезный процесс. И это говорит о том, что их всерьез волнует то, что эти люди попадают в список персонного грата. Очень волнует. Карп, как известно, проиграл. Он не смог оправдаться. Поэтому то, что сейчас европейские парламентарии задумали вот этот совет, мне кажется, это перспективно. Не только европейские, тут Канады. Да, и Канады, да-да. Ну, тут главное, что Евросоюз как бы некоторое время держал такую паузу, не определившись. Все, они определились. Они определились. И сам руководитель, я помню, что он еще в свое время защищал Щеранского в наши времена. И весьма активно. Вот, это очень серьезный человек, очень активный человек. Я думаю, что у парламентариев есть основания ставить вопрос. Ставить вопрос, да даже у наших юристов есть поставить вопрос возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку я знаком с обвинительным заключением, я его читал, там некоторые вещи не вошли в обвинительное заключение. Ну, в частности, там не вошел рапорт следователя Левина, Преображенского отдела и милиции, который 16 ноября, в день смерти Магнитского, написал рапорт, что по его подозрению совершено преступление по статье 105 убийства. И он просит занести его рапорт в книгу предполагаемых преступлений. Там есть все подписи о том, что это занесли. В обвинительном заключении этот документ не фигурировал. Это очень серьезный документ. Это не кто-нибудь, это следователь милиции. Поэтому, если сегодня возвращаться к этому, хотя бы к этому документу, это уже основание ставить вопрос по вновь открывшимся обстоятельствам, коль скоро он не рассматривался. Поэтому, мне кажется, что и по самому делу есть перспектива, а уж то, что эти фигуранты получат, в общем-то, определенную репутацию персону Анграта, это их весьма-весьма, так сказать, беспокоит, вне всякого сомнения. Вопрос Тимуру Гусынову, дяди Сергея Магнитского. Здравствуйте, Тимур Юсуфович. Здравствуйте. По-вашему, заслуживают ли санкции вот эти, оставшиеся безнаказанными в России, и виновники в произволе судебном, которое закончилось так трагически для вашего племянника? Несомненно. Дело в том, что, судя по истерии власти России по поводу закона Магнитского, действительно оказалось, что это, наверное, самое действенное средство, по крайней мере, оно оказалось наиболее болезненным для власти. И причем, судя по всему, ну, мое субъективное мнение, что дело тут в том, что верхушка вертикали оказалась не в состоянии полностью защитить своих исполнителей. А это, в общем, я думаю, серьезно очень. И поэтому это и вызвало такую вот истерику и такие ответные действия. Несомненно, лично я по тому, что знаю, по тому, что знал о Сергее, о его здоровье, по изучению, по его письмам, по изучению медицинских экспертиз, у меня нет никаких сомнений, что смерть его была насильственна. Это мое глубокое убеждение. И так как это осталось нераскрытым, это тщательно и плановерно скрывается. Дело в том, что могу сказать, что по анализам медицинских заключений я просто вижу логику ухода от фактов, оттасовку фактов. Причем все это делают очень грамотные люди на уровне грамотном. Но специалисту видно, что вот чем они занимаются. И поэтому, конечно, я глубоко убежден, что смерть Сергея должна быть расследована, а виновники должны быть наказаны. То есть, иначе просто быть не может. – Валерий Васильевич, как вам то, что на днях сняли обвинение с Степановой, по-моему? – Да, да. Ну, это уже связано и с другим процессом. Это связано с процессом, связанным с Сердюковым. Это как объединение. Но действительно они решили дать задний ход по всем направлениям. Это глупо. Это глупо, потому что, ну, Тимур говорит, что вот там они... Они не очень грамотно все это представляют. Ну, вот конкретно делу. Я выступал на суде со стороны обвинения, когда судили Кратова. А потом пришла врач Гаусс, которая, собственно, его и отправила с восьми надзирателями в бокс. И адвокат Горохов попросил судью, чтобы оставили, чтобы наши показания мы могли друг другу задать вопросы. Потому что она врала безбожно. Но в самом деле, например, вот мы когда были, она говорит, вот Магницкий поднял в клетке кушетку и стал ее размахивать. Я говорю, позвольте, ну, ни я, ни вы кушетку-то поднять не можем, это раз. Во-вторых, там полтора метра размахивать ей просто невозможно. А в-третьих, есть же положение, что все предметы закреплены. И кушетки, и стулья, и столы. Если вдруг они закреплены, тогда должен быть человек наказан на нарушение беда. И вот она в этом смысле теряется, врет, врет откровенно. И самое главное, вот в чем успех нашей комиссии, конечно, был, это, я считаю, вообще подарок судьбы. Это, что, называется, Бог помог. Мы нашли врача-психиатра, который приезжал. Это, казалось, честный, достойный человек, который увидел... Их же не пускали целый час. Он пришел в бокс, он увидел уже мертвого Магнитского. Не в палате интенсивной терапии, как говорил Лагаус и другие, а в боксе. Он сидел там на полу, рядом были наручники, он был избит. Есть документ о применении резиновой палки. Как это можно скрывать, когда этот документ есть? То есть насильственные действия были предприняты. И вот эта вот нестыковка, это вранье в свое время, когда вот мы еще, еще был процесс, я по Стрыкину задавал вопрос. Что ж вы берете вот этих второстепенных лиц, Кратова и Литвинового, надо брать тех, кто, в общем-то, не волнуйтесь, это только начало. Да понимают они все. Они все прекрасно знают, что Магнитский умер в результате насильственных действий. И выпутаться из этого невозможно. Возможно только одно. Закрыть, замолчать. А теперь не дадут. А теперь не дадут молчать. Вот эти парламентарии, они будут говорить об этом. Там теперь, как же им действовать? Ну здесь они могут закрыть глотку там разным СМИ и так далее. А эти? Эти-то будут об этом говорить. Все эти документы же есть. Поэтому, вы знаете, я все-таки верю, что мы добьемся того, что этих убийц, этих преступников, мы отправим нас ко мне подсудимых. Давайте послушаем мнение Елены Сервитас, члена наблюдательного совета этой группы, правосудитель Сергея Магнитского, обозревателя радио Франс Интернациональ. Сегодня приселит внимательный день, потому что здесь собирается межпарламентская комиссия. То есть все люди, все парламентарии и сенаторы, которые когда-либо поднимали вопрос Магнитского у себя в парламентах, вот они собираются сегодня здесь, и они будут обсуждать вообще, как это дело будет продвигаться в Европе. Примечательно, что сюда приехал, например, очень видный политический деятель из Канады, Эрвин Котлер. В принципе, это его инициатива, это он придумал вот такую группу. Он приехал специально из Канады. Эрвин Котлер может быть известен русским радиослушателем тем, что это именно он давал советы в свое время Мельсину Манделу, да, когда у него были там трудные политические процессы. И вообще Эрвин Котлер занимается правами человека на высоком уровне. Он защищал и Франскую и так далее. Здесь также присутствует очень много парламентариев из Европы. Здесь есть Кристина Ойланд. Это именно она инициировала обсуждение или вообще возможности, чтобы закон Магнитского действовал на территории всего Евросоюза. Эта группа состоит еще там, есть такая как бы подгруппа, такая наблюдательная комиссия. Вот туда входят известные очень многие журналисты. Например, Эд Люкас, это главный редактор журнала «Экономик» из Лондона. Майкл Уэй, он сейчас живет в Америке. Маркус Кольго из Канады. Владимир Карамурза-младший, который в эти дни указал на те болезненные моменты в России, да, те дела, которые сейчас очень громкие происходят. Например, он очень много говорил о болотном деле. Он говорил о Михаиле Подарковском. Он говорил о девушках из банкротства «Сирает». В общем, все эти вопросы, они не понаслышке известны европейским парламентариям. Вот сегодня здесь эта комиссия соберется, и они, видимо, найдут какие-то там пути продвижения и решения всех вопросов, которые волнуют сейчас не только Россию, но и весь мир в целом. А сегодня также еще прошла презентация книги. Книга называется «Почему Европе нужен закон Магнитского и должен ли Евросоюз пойти вслед за США?» Эта книга — это сборник ИСС, опять же, парламентариев европейских, американских политиков. И замечательно, что в этой книге есть большая часть, которая написана российскими гражданами. В этой книге есть ИСС Гарри Каспарова, Алексея Навального, папы Надзи Толоконниковой из банкротства «Сирает», называют дочки Анны Политковской Веры, журналисты Олега Кашина. И все они объясняют, почему Европа должна принять закон Магнитского, и так это поможет вообще России. Потому что, как мы помним, очень часто с российской стороны мы слышим, что закон Магнитского — это антироссийский закон. И вот впервые в этом сборнике мы слышим голоса людей из России, которые говорят, нет, это тот инструмент, который нам сегодня здесь нужен. Да, вопрос Тимура Гусейнова. У вас есть эта книга «Почему Европе нужен закон Магнитского?» Как вы считаете, это полезное для нашей стороны вообще предприятие, которое обвиняет власти в непатриотизме и в предательстве интересов ложно понятых государства? Я не сомневаюсь, что этот закон, который, я надеюсь, примет Европа, является глубоко пророссийским. И он для России, для благополучия России. То есть он просто необходим. Я, к сожалению, эту книгу вот только буквально вчера ее, вот, она у меня появилась, я еще не, то есть я еще ее не только просмотрел. Поэтому не могу, ну, полностью высказать свое мнение. Но я считаю очень важным, что о Сереже, об этом случае пишут, вспоминают и убежден, что все это поможет России пережить настоящие тяжелые времена. Почему, как по-вашему, почему власть не нашла ничего более умного, чтобы противопоставить закону Магнитского, чем закон подлецов, а запрете восстановлять российских сирот? Да нету ничего, нечего представить. Кстати, если мы вспомнили этот закон подлецов, между прочим, из 33 детей, которых должны были усыновить, американцы, за все это время только одного усыновили. То есть у тех, у кого уже были потенциальные родители, я к тому, что какое преступление совершили депутаты, они лишили вот этих, они говорили, что у нас усыновят. Ничего подобного, у нас не усыновили. Из 33 только одного. А что касается остального, да нечего им противопоставить. Понимаете, они могут там кого-то тоже не пускать, что-то придумывать, и прекрасно понимают, что это неадекватный путь. Вы знаете, я тоже считаю эту позицию очень полезной России. Вот наказание этих, потому что эти люди расцлевают общество. Эти люди уничтожают право. Эти люди уничтожают правосудие. Эти люди утверждают беззаконие. Они губят нас, губят Россию, губят общество. Эти люди, я считаю, это те люди, которые, в общем-то, должны пристать перед судом. Если наша система оказывается столь слаба, что она не может восстановить здесь правосудие, справедливость, хорошо, почему бы нам не воспользоваться помощью других стран. Ведь это же помощь для восстановления правосудия. Речь идет не о том, что вот им не нравится там какой-то человек, потому что он там плохо сказал о Европе или плохо об Америке, там какого-то. Нет. Критерии совершенно объективные. Это люди, которые грубо нарушают права человека, которые совершают правонарушения, которые совершают преступления. Если мы сегодня не способны совершить правосудие, пусть нам помогут. Я с радостью принимаю такую помощь. Она в интересах России. Потому что я мечтаю, и я уверен, что мы этих людей посадим на скамье подсудимых. Вот вы, конечно, можете смеяться надо мной, улыбаться над моей наивностью, но поскольку все настолько очевидно, но я занимался этим делом сразу же на третий день после смерти Магнитского. Я был в Бутырке, разговаривал с этими теремщиками. Но все совершенно было очевидно, что и как. Вот эти все эти преступления. Их нельзя было скрыть. Их невозможно скрыть. Поэтому у меня есть надежда, что мы доведем это до здесь, в России, до скамьи подсудимых. А Европа пусть нам поможет. Спасибо ей. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. Напомню, что о том, как добиться правосудия для Сергея Магнитского, мы сегодня беседуем с правозащитником, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борчевым и дядей Сергеем Магнитского, Тимуром Гусейновым. Радио и радио эфире «Свободы». Каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня. Напомню, что мы обсуждаем создание межпарламентской группы правосудителей Сергея Магнитского, и в нашей программе участвуют Валерий Борчев и Тимур Гусейнов. Как по-вашему, Тимур, следует ли расширить список Магнитского, которую принял, например, американский конгресс за счет высших государственных лиц России, которые создали атмосферу благоприятную для тюремного произвола, для судейского беспредела, таких как, например, писатель Центра сберкома Чуров, который защищает эту фальсифицированную систему выборов в России и так далее. Вам слово, Тимур. Не убежден, что, конечно, нужно расширить этот список. Дело в том, что верхушка власти здесь особенно ответственна. Она и во многом, в моем мнении, идет все оттуда. Ведь, по сути, довольно показательно, именно власть делает две вещи. Первое, так вот тезисно звучит, это чтобы все видели и знали, что сделаем все, что хотим, несмотря ни на что. И причем это, понимаете, показательно, нарочито. Да. И причем ясно давая понять, что ни факта, ни закона, ни мнение, ни указ, потому что надо будет, и факты будут другие. Законы принимаются сейчас за пару месяцев, а мнений много. И вторая вещь, которую делает власть, это абсолютно четко идет неминуемое вознаграждение винтиков системы этой вертикали. Ну вот взять даже пример судья этого посмертного процесса над Сергеем. Сделал дело и тут же получил повышение. То есть власть четко показывает, молодец, правильно, вот так и надо. Так вот получается, что это, где это, откуда? И поэтому, естественно, что список нужно расширять. И уж если расширять, то скорее в сторону эшелона высшей власти. Это мое глубокое убеждение. Валерий Васильевич, как Вы считаете, кто еще повинен в создании такой атмосферы, беззакония в нашей стране? Ну, я хотел бы напомнить, что защита прав человека – это не только внутреннее дело страны. Россия подписала соответствующие международные документы, касающиеся прав человека. Она взяла на себя определенные обязательства, она включилась в мировую систему защиты прав человека. Она несет ответственность, если права человека не защищаются. Поэтому вот эти реакции международного сообщества на нарушение прав человека, на нарушение законности в России правомерны, естественно. Конечно, надо расширять, конечно, надо расширять. Но вот я бываю на суде по болотному делу. Я поражаюсь мужеству наших адвокатов, которые терпят такое страшное давление с Никишиной. Ведь она просто снимает почти все вопросы. ОМОНовцы выходят, говорят, нет, я его не знаю, я его не помню. Вот знаменитый случай с Касенко. Казмин, который говорит, да не видел я этого Касенко, да я не хочу, чтобы товарищ Касенко сидел в тюрьме. Показывают фотографию. Действительно, Казмина, этого ОМОНовца, бьет человек. Такой какой-то, ну, провокатор. Он бьет ногой в ребра. Касенко стоит метров десяти от него подальше, рядом с Олегом Орловым, Яном Рачинским. Есть фотографии, есть документы, подтверждающие абсолютную невиновность Касенко. Судья, ноль внимания на этой реакции. Должен он нести ответственность? Должен. Это глубочайшее нарушение закона. Должна Никишина нести ответственность, когда судья? Должна. Должны эти обвинители, которые фальсифицируют обвинения? Должны. Потому что они так полагают, что они будут сейчас служить и все нормально. Они забыли 90-й год. Я хорошо помню 90-й год. Я тогда был депутатом Моссовета. Как зашерстили те же самые судьи. Тогда же судей в Моссовете утверждали. И, а у нас уже были материалы, кто как себя вел, как они нервничали. Они напрасно так самоуверенные. Вот сейчас они будут занесены в список, а завтра, завтра, а я уверен, власть сменится. Они попадут в список, где будем мы рассматривать здесь их беззаконие. Конечно, все вот эти беззаконие и произволы связаны с политзаключенными. И с этими девочками Пуси Райт. И с другими. Эти люди должны быть занесены в список людей, которые являются персонами Нонграда. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя Владимира из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, у меня вопрос к Валерию Васильевичу. Валерий Васильевич, вот такое дело. Вот смотрите, существует список американский. Это список Магнитского. А вот недавно в семье проходило, что фигурантов этого списка будут рассматривать совместно. И наши, и те. Это значит, все это свели к нулю. Вот смотрите, выдава, лейтенантка, по-моему, в Лондоне не может добиться суда. А то он уговорит, все, он в Дуне. Поэтому, вот еще, надо этим, Навальным, шесть уголовных дел. Это я считал сам. Надо придумать еще раз. Еще уголовные дела. Вот. Это осудили Магнитского? Осудили. Еще раз посмертно будут. Поэтому я не надеюсь, нисколько на эти, на Запад. Это только, только тогда, когда вот Кащеев, Журпатер, скончаются. Только тогда что-то будет. Спасибо. Имеете в виду, Владимир, что приехали специалисты с ФБР, чтобы обсуждать вот... Делали пенсию. Да, и список Магнитского тоже. Я знаю, да нет, друзья, не надо представлять Запад как некое такое благостное сообщество, что все едины, все за... Знаете, вот мой друг Сергей Адамович Ковалев, я с ним вот часто бывал на международных всяких выступлений. Я помню, он выступал на юбилее Солидарности в Варшаве. И там сидели президенты, там сидела Олбрайт, там сидели. И он обратился к ним, что вы со своей реаль-политик ведете себя недостойно. Недостойно порядочных людей. Вы лжете, вы обманываете себя и других. То есть он так их разделал. Видите, казалось бы, там или хваленцы сидели, все сидели. И когда он кончил речь, зал встал и долго ему аплодировал. Потом к нему подошли и сказали, спасибо вам, мы так сказать не можем. Представляете, свободные поляки, члены Евросоюза. Поэтому процесс действительно обоюдный. Как есть у нас здесь в стране люди, которые борются за правосудие, за справедливость, за наказание вот этих преступников. Как есть в Европе и в Америке такие люди. Так и там же в Европе есть люди, которые занимаются вот этой самой реаль-политик. То есть им нужен некий баланс, им нужно некое такое балансирование, не обострять. Я встречал таких людей и разговаривал с ним, в том числе и когда они приезжали, интересовались делом Магнитского. Все говорили, да, но и так далее. Есть, все это есть. Но есть и другие люди. Понимаете, история делается вот теми, кто добивается справедливости и правосудия. Как у нас в нашей стране, так и там на Западе. Действительно не надо делать из Запада такую радужную картину. Нам, наверное, сложный. Но если все люди, жаждущие справедливости, правосудия, объединятся, я думаю, тогда толк будет. Вопрос к Тимуру Гусейнову. Как по-вашему следует ли лидерам западных держав присоединиться к бойкоту хотя бы церемонии открытия Олимпиады в Сочи в знак протеста против преступлений, совершенных в отношении Сергея? Ну, понимаете, я просто как считаю, что все-таки, мое мнение, что есть вещи, которые должны быть свободны от политики. Понимаете, не нужно мешать все это. Олимпиада была создана для другого, создана давно. Есть мнение закона, что политика здесь ни при чем. И в общем нужно следовать законам. Если вот это все будет, будут следовать законам, то все будет нормально. В Олимпиаде политика не должна участвовать. Поэтому я бы не стал мешать печальный факт, все эти события с Олимпиадой. Ну, конечно, это мое личное точка зрения. В связи из Брюсселя ведущий эксперт Института современной России Владимир Карамурза-младший. Добрый вечер. Какие депутаты, от каких стран вошли в эту парламентскую группу? Правосудили Сергея Магницкого вам слово. Буквально в эти минуты в Европейском парламенте проходит учредительное заседание межпарламентской группы. Она объединяет депутатов и национальных парламентов, и европейского парламента из 13 государств, в том числе 11 стран Европейского Союза. Цель этой группы – координировать принятие индивидуальных персональных санкций, визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. При группе действует наблюдательный совет, в который, в частности, от России вхожу я, от партии РПР Парнас, единственной российской зарегистрированной политической партией, которая поддержала принятие закона Магницкого. На наш взгляд, закон Магницкого – это абсолютно пророссийский закон, который направлен против тех чиновников, которые участвуют в коррупции и ежедневно нарушают права российских граждан. Этот закон, наконец, может положить конец той безнаказанности и тому двойному стандарту, когда эти чиновники обращаются с собственными гражданами как с третьим сортом, нарушают их права, воруют из российского бюджета, тем не менее, сами пользуются благами и привилегиями, которые дает демократический Запад и Европейский Союз, храняя здесь свои деньги на счетах, покупая здесь элитную недвижимость и так далее. Вот этой безнаказанности, этому лицемерию пора положить конец. И именно на это настроен, нацелен законопроект Магницкого. Такой закон был, как мы знаем, принят год назад в Соединенных Штатах, и сейчас цель этой вновь создаваемой сегодня межпарламентской группы – это принятие такого же аналогичного закона в Европейском Союзе. И вот ближайшая возможность, самая, пожалуй, такая реалистичная возможность, представится в ближайшее время, когда Европейский парламент должен будет ратифицировать соглашение между Евросоюзом и Россией о смягчении визового режима. В частности, вот, правительство Путина требует предоставить 15 тысячам обладателей, так называемых, синих паспортов, служебных паспортов российских чиновников, предоставить им без визы въезд в страны Евросоюза. Так вот, Европейский парламент намерен поставить условием ратификации этого соглашения введения индивидуальных визовых санкций против нарушителей прав человека и коррупционеров, и жуликов, и воров из числа российских чиновников. То есть ратификация этого соглашения будет обусловлена введением таких санкций против тех, кто повинен в коррупции и нарушении прав российских граждан. На мой взгляд, это абсолютно пророссийская мера. Как мы знаем по опросам того же Ивада-центра, она пользуется поддержкой огромного количества российских граждан. И мы рассчитываем, что эта мера будет Европейским парламентом одобрена в ближайшее время. Какие страны, чьи парламенты могут в ближайшее время поставить на рассмотрение вопрос о законе Магнитского и принять его подобно Соединенным Штатам Америки? Наиболее реалистичный шанс это на уровне всего Европейского парламента, потому что мы видели, как путинские чиновники способны шантажировать индивидуальные страны. Например, нынешней весной такой закон собирался принять парламент Ирландии. И российский посол в Дублине Максим Пешков отправил письмо депутатам ирландского парламента, в котором открыто пригрозил, что в случае принятия санкций по закону Магнитского российские власти запретят усыновление российских широт ирландскими гражданами. Как абсолютно справедливо заметил Валерий Панюшкин, колумбист газеты «Ведомости», есть только две организации в мире, которые мстят другим странам тем, что отыгрываются на своих собственных детях. Одна это группировка ХАМАС, а вторая это партия «Единая Россия». Вот абсолютно справедливое замечание. И таким образом мы видели в этом письме российского посла в Дублине, что шантаж фактически стал инструментом официальной внешней политики Москвы. Вот понятно, что с индивидуальными странами гораздо легче разбираться официальным российским властям, и поэтому, на мой взгляд, наиболее реалистичный шанс принятия подобных санкций против коррупционеров и нарушителей прав человека, он все-таки не в отдельных национальных парламентах, а он на уровне всего Европейского Союза. И вот именно поэтому заседание межпарламентской группы, учредительное заседание, сегодня проходит именно здесь, в Европейском парламенте, в Брюсселе. То есть, все-таки это должна быть инициатива всего Европейского Союза, всей Еврозоны. А на каком языке издана книга «Почему Европе нужен закон Магнитского» и появится ли она и на русском языке? Значит, сборник под редакцией журналистки Елена Сервитас, это российско-французская журналистка. Она пока что издана на английском языке, но, насколько мне известно, есть планы ее издания, по крайней мере, российской части на русском языке, потому что около половины статей, которые написаны в этой книге, это статьи российских общественных деятелей и российских политиков. Это Алексей Навальный, Борис Немцов, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, вот «Ваш покорный слуга» и так далее и тому подобное. То есть вот этот сборник, который тоже сегодня, к слову, был представлен здесь, в Брюсселе, в Европейском парламенте, он абсолютно разрушает вот этот миф, создаваемый путинской пропагандой о том, что закон Магнитского – это якобы антироссийский закон. Это абсолютно пророссийский закон. Этот закон направлен против тех, кто нарушает права российских граждан и кто ворует из российского бюджета. И, насколько мне известно, вот российская часть, как минимум, этого сборника, то есть те главы, которые написаны российскими гражданами, она в свое время должна быть переведена на русский язык и представлена в России. Большое спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи из Брюсселя был ведущий эксперт Института современной России Владимир Краморза-младший. Он участвует в работе группы правосудия для Сергея Магнитского, межпарламентской группы, объединяющей парламентариев разных государств. Вопрос Валерия Васильевича Борщеву. Как вы считаете, те факты, которые вам известны о гибели Сергея Магнитского, о его последних часах, они могут быть доказаны в независимом суде? Конечно. Ну вот я не знаю, вошел ли в эту книгу акт нашего независимого расследования нашей общественно-наблюдательной комиссии. Потом на материалах этого независимого расследования общественно-наблюдательной комиссии был подготовлен доклад Совета по правам человека при президенте. Вся доказательная база основывается на документах. На документах, на конкретных свидетельствах, не на предположениях. И при нормальном суде все это легко доказывается. Потому что, в принципе, меня поражает. Вот Кратова сняли там с должности, потом у него там какие-то были перипетии, бутырки. Но вот эта врач Александра Гаусс, которая отдала распоряжение заковать в наручники Магнитского, вызвала 8 охранников, они ушли с ним в бокс. Она по-прежнему работает в матросской тишине. Ее не трогают. Хотя она лжесвидетельствует. Она врет откровенно. И все это совершенно очевидно. То есть вся их потуга скрыть, она так ничтожна, так слаба, так при любом самом простом непривзятом отношении ложь это видна. А самое главное, есть документы, есть свидетельства. Они даже есть в обвинительном заключении. Хотя, повторяю, туда не все вошло. Но, тем не менее, есть. Поэтому у меня все-таки есть надежда, что можно опять возобновить дело, пользуясь известной формулой по вновь открывшимся обстоятельствам. Потому что не все обстоятельства дела были в обвинительном заключении указаны. А вранье жалкое, непрофессиональное, наглое. А когда люди нагло себя чувствуют, они, в общем-то, не очень-то заботятся об аргументации. Вот это тот самый случай. Потому что ведь Гаусс убежал от меня на суде. Когда адвокат предложил как-то задать вопросы, судья тут же ее защитила, и она убежала. Но потому что совершенно очевидно. Я давал одну картину на суде, это все в суде записано. Я выступал минут 40, она давала прямо противоположную. Разве не обязаны судьи сравнить два? Значит, кто-то из нас врет? Кто-то из нас дает ложные показания? Мы свидетели, мы давали подписку о том, что мы не будем лжесвидетельствовать. Значит, кого-то из нас должны привлечь к ответственности или разобраться? Нет. Ее убрали, ее тут же вывели. Все это выглядит жалко и неубедительно. Поэтому, не знаю, я надеюсь. Я надеюсь на то, что мы добьемся правосудия. Вопрос к Тимуру Гусейну. Вы помните, президент Медведев, когда пришел в Кремль, он приказал разобраться своему совету по праву человека с делом Сергея Магницкого. Как вы думаете, почему с тех пор все отыграли назад и провели посмертное судилище над Сергеем, признали его виновным, хотя это даже Конституционный суд запретил? И не реализовали вот это поручение тогдашнего президента? Вам слово, Тимур. Ну, во-первых, понимаете, наверное, это уже вопрос какой-то высокой политики. Но я лично убежден, что давая эти поручения, господин Медведев знал, что они не будут исполняться. Вот лично мне так что-то кажется. И на самом деле тут вопрос в общем, что ситуация уже тогда была страшна, а сейчас тем более тем, что в этом плане и в другом власть такое впечатление, она зашла в штопор. Вот что страшно, что, я не знаю, есть ли у власти, то есть вывернуться, уйти из этого как-то по-другому, нежели вот не давить, не обманывать. Я не думаю, может ли это уже получиться. Вот ситуация страшна этим. Поэтому все, что делается, это только слова. Я думаю, что тогда это тоже были только слова. Потому что, ну, я думаю, то есть не может ни Медведев не знать, и не Путин, а что реально произошло. Однако мнение высказывается, и понятно какое. Ну, вот, например, даже в плане судов России неоднократно, вот Путину говорили, люди не верят. Потому что просто уже столько накопилось, но не верят они этим судам. Ну, тут же Путин, тут же встает и объясняет, что все не так уж и плохо, а на Западе еще хуже. Понимаете, вот как бы, в общем, тяжело об этом говорить, честно говоря. Вот из-за того, что именно ситуация в штопоре, мне, честно говоря, страшно и непонятно, чем она вообще может закончиться. В общем, к сожалению, вот так. Ну, возразите. Это все не так просто. Потому что, когда начиналось дело, была следователь Марина Олеговна Ломоносова. К ней есть много претензий, адвокат Горохов, справедливая там какие-то. Но она взяла отчет нашей комиссии, акт независимого расследования и приобщила к обвинительному заключению. Более того, она пригласила нас, членов комиссии, меня, Зою Светова, Любовь Волкову, дать показания. И мы давали показания. Она даже давала нам возможности проведить очные ставки с Литвиновой. И все это, вот это, все это следственное действие давало некоторую возможность, в осяком случае, раскрыть действительно реальную картину. Ну, например, в этом самом обвинительном заключении, вдруг мы в своем, пишем, общественно-наблюдательной комиссии, когда пришли, мы посмотрели журнал. Нет, жалоб Магницкий. Магницкий не жаловался. Я говорю, так у вас-то журнал написан одним почерком, одной рукой. Когда вы его сделали? Это было мое подозрение. Но, благодаря следователю, они провели ведомственную проверку и выяснилось, что полтора месяца журнал не велся. Он, конечно, велся. Он, конечно, велся, они его уничтожили. Но в обвинительном заключении записано. Это как это так? Основной журнал, который регистрирует жалобы, приходит прокуратура. Первым делом она берет этот журнал. А журнал этот не ведется. Это и есть в обвинительном заключении. И вот, когда все это накопилось, вдруг меняют следователя. Убирают Ломоносову. Ставят другого следователя, Стрижова, который тут же заявляет, Алексееву и Борщову ни в коем случае к делу не подпускать. Прямо конкретно наши две фамилии он назвал. То есть полностью поставить барьер общения с правозащитниками, общения с президентским советом. То есть резко изменилась политика. Как она изменилась, кто инициатор, какая группа победила, это другой вопрос. Но то, что в начале была некоторая надежда, во всяком случае чисто документально. Понимаете, это документ. Обвинительное заключение. И там есть факты, будь здоров, которые обличают этот произвол. Они есть, они записаны. Они не только в нашей общественной отчете, но они записаны в обвинительном заключении. Они прекратили, они испугались, они остановили это дело. Это была чья-то воля. Вопрос Тимуру Гусейну. Вот в субботу будет скорбная дата. Четыре года со дня гибели Сергея. Как семья поминает его? Какие у вас, что ли, обычаи в семье? И как вы, на кого вы рассчитываете, чтобы достичь, наконец, истины в этом драматическом деле? Ну, конечно, помним, поминаем, а уж в годовщину приезжаем в центр Сахарова. То есть были там. И, знаете, я могу только сказать вот такую, с моей точки зрения, очень важную вещь, которая говорит, что все не зря. У Сергея вот растет сын. Чудесный парень. Во-первых, он очень похож на Сережу. Причем много, внешне вообще очень. Ну, много взял и по характеру, и по уму. И, вы знаете, вот что необыкновенно, вот страшно говорить это слово «спокойно». Вот этот парень, он спокоен, он знает, что его отец честный человек. У него нет никак ни сомнений, ничего. То есть, понимаете, вот, в общем, за это и спасибо. Да, Валерий Васильевич, как по-вашему, то, что Швеция, одна еще из стран, которые отказалась выдать Уильяма Браудера, это говорит о том, что мировое общественное мнение совершенно не на стороне российского беззакония. Да, конечно, ну, конечно, но это правда, что правильно говорил Володя, что когда начинают работать с определенными индивидуально странами, там, кого-то могут запугать, шантажировать. Но в целом, в целом, конечно, вот этот произвол, он вызывает возмущение, он вызывает активную реакцию. Я вот был весною в Хельсинки, где тоже там вот наша партия «Яблоко» была, был Явлинский, были другие представители партии, мы там выступали, там конкретно по делу Магницкого шел разговор. Я видел реакцию европейцев. Они оскорблены таким отношением к делу, которое проявляет наше правосудие. Они воспринимают это как личное оскорбление. Ну, типа того, что вы у нас за дурачков держите, что мы должны с вами всерьез обсуждать вот тот бред, который вы несете. Вот это посмертное осуждение Сергея Магницкого, вот это оправдание этих коррупционеров. Да достаточно материалов, которых изобличили. Ведь все очевидно. Поэтому я думаю, что все-таки межпарламентская группа, она сообщит больше уверенности европейцам. И напомнит, что защита прав человека – это не внутреннее дело одной страны. Это общее европейское дело, это международное обязательство. И мы должны этому следовать. А что касается Сергея Магницкого, да, вот я тоже пойду в Сахаровский центр 16-го, как и мои друзья по общественной наблюдательной комиссии, там и Люба Волкова, думаю, что и Зоя Светова, и остальные мы придем. Я считаю его героем. Он не просто честный человек, а герой, потому что вынести те откровенные издевательства, которые ему устроили в тюрьме, и не только в Бутырке, и в других. Вот это давление, я уж не говорю и о последних часах, когда совершалось насилие, но и в целом, в целом, что с ним творили в Бутырке, это пытки, это издевательства, он с честью вынес. Я считаю, что это герой, которым Россия должна гордиться. Тимуру вопрос Гусейнову. Как, по-вашему, принесут ли наказание те, кто свели счеты с Сергеем, который разоблачил их, коррупционные схемы, и забил тревогу, за что и поплатился своей свободой, а затем и жизнью? Знаете, вот я буду осторожен, я не могу, но вот я верю в одно, то, что, несомненно, еще всплывут факты, и все станет известно. Вот в этом я глубоко убежден. Ну, просто, возможно, это произойдет через пять лет, через десять лет, и трудно себе предположить, что через какой-то более-менее длительный отрезок времени будут происходить какие-то суды и наказания. То есть, понимаете, я не знаю, как будет, но то, что правда, она восторжествует в плане, что она будет известна, и что будут известны имена всех этих негодяев, и будет известно, кто что сделал, в этом я глубоко убежден. И на самом деле, знаете, разве не страшное наказание, что дети этих людей будут знать, что сделали их родители? Я думаю, что вот пусть будет так. Да, я вижу, что семья, Сергей, не мстительна. А вы, Валерий Васильевич, как считаете, следует ли жестко наказать вот этих коррупционеров, которые... Конечно, надо наказывать. И тут не вопрос мщения. Я лично отношусь спокойно к этим людям. Вопрос права, нарушен закон, совершено преступление, совершен произвол, погиб человек, убит человек, в конце концов. И в этом замешана огромная группа людей. Если мы не восполним этот пробел правосудия, если эти люди не получат должную оценку, тогда не сможет совершаться и в дальнейшем правосудие. Все же связано. Сегодня Магнитского шельмуют и провели достаточный разбор дела. Завтра там по болотному делу. Одно за другой цепляется. Эти люди расслевают наше правовое сознание. Эти люди разлагают нашу правовую систему. Они должны нести ответственность. Это не вопрос мести. Это вопрос нормального функционирования государственного механизма. Человек совершил преступление, человек совершил правонарушение, человек совершил произвол, он должен нести ответственность. Это в наших интересах. В интересах всех россиян, в интересах российского общества, в интересах российского государства. И я буду этого добиваться. Хотя нам сейчас мстят. Сейчас выбор общественной наблюдательной комиссии. И за то, что мы дело Магнитского открыли, разослали, и наш отчет перевели на английский, он стал обсуждаться во всем мире. Вот теперь тех людей, кто занимался тогда независимым расследованием гибели Магнитского, пытаются шимовать, пытаются, в общем-то, ну, в общем, идет сильное давление на нашу общественную наблюдательную комиссию. Нам мстят за дело Магнитского. Да, я знаю, что и многие те, кто помогали, вам тоже испытывают давление. И надеемся, что семья Сергея и вот Тимур Гусейнов, у них хватит твердости довести это дело до конца. И чтобы список Магнитского стал законом во многих государствах мира. Напомню, что создание межпарламентской группы правосудия для Сергея Магнитского мы сегодня обсудили с правозащитником, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщовым и дядей Сергея Магнитского Тимуром Гусейновым. Он был у нас на прямой скайп-связи. А из Брюсселя был Владимир Карамурзе-младший. На «Онах, радио свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзе-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Екатерина Высоцкая.